Добрый день, уважаемые коллеги. Тема нашего сегодняшнего брифинга – подготовка к первому форуму общенационального движения «Казахстан-2050». Как известно, 6 декабря 2013 года по инициативе президента страны, выдвинутой 29 ноября 2013 года на форуме, посвященному 20-летию стипендии «Болошак», группой инициативных граждан нашей страны было создано общенациональное движение «Казахстан-2050». Сегодня в преддверии первого форума общенационального движения члены Совета пришли рассказать о своей деятельности и реализуемых проектах, а также о предстоящем форуме. Это председатель Совета общенационального движения «Казахстан-2050» Дана Джумин, руководитель казахстанского финского бизнес-хаба Мухтар Манкиев, медиадиректор общенационального движения «Канат АОСБАЙ», ведущая телеканала 24КЗ, ведущая телебередачи блогера, журналист Анжела Гарипова. В первую очередь позвольте поблагодарить вас за участие и донат вам слово. Уважаемые друзья, вы знаете, что 29 ноября прошлого года глава государства предложил идею создать общенациональное движение «Казахстан-2050». И 6 декабря этого же года группа инициативных граждан, состоящая на тот момент из 20 человек, эту идею поддержала. И вот я вам хочу сказать, что фактически организацию мы создали в конце января этого года. И вот за последние 5 месяцев, с февраля мы фактически начали уже осуществлять наши проекты, за 5 месяцев инициатива 20 человек переросла в полноценно действующую организацию, которая сегодня представлена во всех регионах нашей страны, в которой сегодня насчитывается более 3000 активных членов. И это не просто люди, которые, скажем, числятся в нашей организации, это люди, которые день от дня сегодня участвуют в конкретных проектах нашего движения. Вот. И на этой неделе, в субботу, 28 июня, пройдет первый форум нашего движения. Цель этого форума – консолидировать всех участников движения «Казахстан-2050». На этом форуме мы будем обсуждать наши проекты, те проекты, которые уже запущены, а запустили мы уже за эти 5 месяцев 9 проектов, 9 общенациональных больших проектов. И еще до конца года мы планируем запустить порядка 5 проектов. Сегодня, думаю, в ходе брифинга о некоторых из этих проектов мы расскажем, о некоторых из этих проектов вы уже наверняка слышали. В ходе форума будет обсуждение этих проектов. Мы все участники движения, поскольку большинство из нас мы друг друга знаем только через интернет, мы впервые друг друга, может быть, где-то встретим на этом форуме. Мы будем говорить о том, что мы делаем, о том, что нам предстоит делать, о том, как каждый из нас может внести свою лепту в реализацию тех задач, которые сегодня перед страной стоят. В ходе форума мы пригласили наших отдельных государственных мужей, бизнесменов, которые поделятся с участниками форума своим видением развития экономики, которые поделятся с участниками форума своим видением тех вызовов, которые стоят сегодня перед нашей страной. В частности, в форуме сегодня подтвердили участие вице-премьер, министр индустрии и новых технологий Асеты Секешев. Также в форуме примет участие председатель совета директоров компании «Биогрупп» Айдын Рахимбаев. Выступит первый заместитель председателя партии «Нуратан» Бауржан Байбек, заместитель руководителя администрации президента Габидулла Абдрахимов, член нашего движения, один из наших активистов, председатель правления БТА банка Макжана Уэзов. Это будут очень неформальные сессии, в ходе которых участники смогут очень открыто обсуждать разные вопросы, делиться мнениями, обсуждать какие-то вещи. И по итогам форума мы завершим первый этап становления нашей организации, то есть полностью все регионы, они уже будут институциализированы в движении «Казахстан-2050». Вот, келес-сөз рухсат болса, мен Мухтар Манкейевка-Ирин, ол өзі қазарайтад біздің жобаларам стырала. Рахмет Данат, қайрылған көрметті әріптестер, бұл біздің сіздің алдыңызға келіп екіншерес өзіміздің жұмысың стырала айтжатқан кезіміз. Біріншісі осы жылдың басында біздің жалпылты қозғал жанадан құрылғанда келіп, біздер алдымызда қандай жобаларымыз бар, алдымызда қандай мақсаттарымыз тұрған туралы сізге айтперген боладымыз. Казыр енді мұны жарты жылу өтті. Нақты-нақты біраз жобалар жүзіге асырылып жатыр, жанадан айтпеткендей. Жанады біздің мана жалпылты қозғалысы үзін жұмысы, жанады басты функцияларын тағайында бүсілмін кәзір жұмысы сәбжіріміз. Сон қысқаша рұсатпоса айтпирин. Уважаемые коллеги, как Донат уже отметил, на сегодняшний день организация, наше движение «Казастан-2050» она уже состоялась как некая конкретная организация. Есть четкое определенное направление работы, есть конкретный функционал, по которым мы двигаемся. И хотели бы рассказать о трех основных функциях работы нашего движения. Первая и основная функция, как отметил президент во время форума Балашак, озвучивая свою идею о создании движения «2050», это продвижение стратегии развития страны, стратегии «Казахстан-2050». То есть наша задача – это донести до каждого казахстанца, вне зависимости от социального слоя, других показателей, это объяснить, что из себя представляет стратегия «Казахстан-2050» и как она может повлиять для его развития. Потому что действительно, если посмотреть этот документ и почитать, то там можно найти очень много ответов на любые даже жизненные вопросы. Будь то школьник-выпускник, который заканчивает и не может определиться со специальностью, он, открыв стратегию, может увидеть, где сейчас государство, какие будут развивать основные секторы экономики, географическом разрезе, какие основные отрасли будут развиваться, и это уже повлияет на выбор его специальности и на дальнейшее трудоустройство. То есть это тоже конкретный ответ на конкретный вопрос. Есть очень много других вопросов для бизнесменов. Это государственные меры поддержки развития бизнеса, это международные наши отношения. Все это есть в стратегии, и наша задача именно общенационального движения донести до каждого казахстанца данный документ и разъяснить. Второе направление, либо вторая функция основная, это работа в форме компактного мозгового интеллектуального центра. На сегодняшний день, как отметили, уже у нас состоят в членстве более трех тысяч активных граждан. Это не только, скажем, госслужащие, либо молодые ребята, это активные граждане нашей страны. Это бизнесмены, инженера, врачи, те же госслужащие опять. Очень-очень много разных людей. И сегодня у нас есть возможность через социальные сети, через различные неформальные конференции, через наш первый форум, который мы организуем, обсудить и дать конкретные предложения со своей стороны, как население видит тот или иной вопрос. Этим мы и подразумеваем мозговой интеллектуальный центр, который должен быть компактный, мобильный и, конечно же, более независимый. И третье направление, это одно из таких современных направлений. Мы создаем, уже практически создали краудсорсинговую платформу первую в Казахстане, основной целью которой является объединение, опять же, населения, людей для совместного решения различных задач. В первую очередь, конечно же, социальных задач. И вот для реализации третьего функционала у нас сейчас создан конкретный инструмент, это краудсорсинговая платформа безалан.кз, которую мы также презентуем, запустим в рамках нашего первого съезда, где есть основные приоритетные направления и полностью расписано, как каждый из нас может участвовать в решении той или иной задачи на сегодняшний день. То есть это вот три основные функции, три основных направления, по которым мы сегодня работаем. Было очень много вопросов, что из себя представляет движение «Казахстан-25», кто мы такие, зачем мы создались. И мы считаем, что вот эти наши направления, наш функционал как раз ответит на данные вопросы. Что касается конкретных проектов, которые мы на сегодняшний день реализовали, их уже порядка девяти. Ну вот пару проектов, которые мы хотели бы сказать. Первый, очень такой близкий для нас, это проект называется «Сайби-жрёгэ». «Сердце ребенка» выпустили книгу, которая направлена на освещение именно проблем, пороков сердца детей. В Казахстане у нас до настоящего момента не было ни одной книги на казахском языке, где эти проблемы были освещены. И вот нашим движением, членом нашего движения, членом совета, был инициирован данный проект. Мы взяли ведущую мировую книгу в этой области. Путем привлечения волонтеров за очень короткий срок и за бесплатно мы перевели данную книгу на казахский язык профессионально. И сегодня во всех кардиохирургических центрах страны в бесплатном доступе есть данная книга для молодых родителей и для матерей. То есть конкретный показатель для людей. Второй проект – это «В счастливых семьях наша сила». Также мы развиваем, поднимаем ценности семьи, культуру. И проект направлен именно на то, чтобы… Вы помните, как в детстве мы все играли во дворах, мы как с нашими родителями, как мы были близки. То есть возродить данную культуру обратно. Сейчас во дворах мы всегда видим, что соседи друг друга не знают. Много-много элементов, которые нас друг от друга отчуждают. И мы хотим, чтобы наоборот мы обратно как общество сплотились и возродили наши ценности семьи. То есть есть очень много таких проектов, которые мы реализуем и которые, конечно же, требуют освещения. И вот в наших рядах ваша коллега Анжела Гарипова, она как раз пришла со своей инициативой в наше движение, как активный член движения. И ее опыт, мы надеемся, поможет как раз в том плане, как донести те проекты, ту работу, которую мы делаем, до населения и до вас. И вот, если можно, следующее слово мы хотели бы дать Анжеле. Спасибо. Спасибо. В первую очередь я хотела сказать, что наша основная задача – это донести стратегию 2050 в массы максимально просто и доступно. и самая главная, грубо говоря, фишка этой стратегии в том, что в ней может участвовать каждый, и каждый способен внести в свой вклад в достижение, во вхождение нашей страны в тридцатку самых развитых стран мира. Дело в том, что, как и сказал президент, и, в общем-то, это такой очевидный достаточно факт, каждый из нас на своем месте способен делать такие вещи, которые, в общем, в целом приведут нашу страну к большому успеху. И для многих людей остается непонятным, как, работая, допустим, инженером где-нибудь на заводе, как можно внести какой-то вклад, как можно улучшить свою работу и так далее, и так далее. Наше движение, в первую очередь, вот обратите внимание на само название, мы движение, мы не просто организация, мы двигаемся. И мы соединяем умы, ресурсы, интеллектуальные, общественные, и так далее, и так далее, и так далее. И тем самым для каждого из участников мы даем возможность внести свою лепту в успех нашей страны. То есть, если инженер где-нибудь работает на каком-то заводе и знает, как улучшить свою работу, но не имеет выхода там на каких-то начальников, может быть, на какие-то общественные организации и так далее, и так далее, вступив в нашу группу и сделав какие-то определенные предложения, мы можем сплотиться абсолютно на бесплатных волонтерских началах, в чем особенность, в принципе, этого движения. На таких вот началах мы можем организовать какой-то грандиозный проект, который будет способен увеличить, начиная там от производительности завода, допустим, и заканчивая вообще системой и структурой там, как обучения, так и работы в дальнейшем на заводе. Вот, главное я хотела сказать о нашей цели. Мы намерены продвигать и максимально просто объяснять стратегию каждому гражданину Казахстана, городскому, негородскому, образованному, старому, молодому и так далее. Каждый из нас способен внести этот вклад. И что самое главное, чтобы жить в прекрасном будущем сегодня, мы должны строить его сегодня, задуматься сегодня об этом и проявить просто профессионализм, каждый в своем деле и каждому быть профессионалом сейчас, сегодня. Не оставаться безучастным. И мы просим, я бы хотела сказать, что мы просим наших коллег очень активно освещать наши проекты, которые мы реализуем, потому что действительно проекты большие, абсолютно бесплатные, способные изменить страну и будущее, и они действительно заслуживают большого внимания. Я бы хотел еще вернуться к форуму, который в эту субботу будет проходить. В чем уникальность этого форума? Во-первых, на этот форум съезжается свыше 400 человек со всех регионов страны. И 400 человек – это люди самых разных профессий. Как вот Мухтар уже сказал, там и врачи, и учителя, и бизнесмены. Но уникальность даже не в том, что все это количество людей собирается в одном месте в Астане. Уникальность в том, что эти люди приходят сами. Они приходят на форум через интернет. То есть мы… Это абсолютно открытый форум. Абсолютно открытый форум. Мы в интернете вывесили информацию о том, что тогда-то, тогда-то будет такой-то форум. Если вы заинтересованы, если вы хотите участвовать в нашем движении, если вам интересны наши проекты и вы хотите внести в них свою лепту, приезжайте. И мы удивились, насколько много людей откликнулось. У нас сегодня более тысячи человек заявили о том, что они хотят участвовать, но мест у нас в зале 350, поэтому придется делать еще непростые решения. Но мы сделаем онлайн-трансляцию этого форума, так что те, кто не попадут на него, они смогут его смотреть в интернете. Вот это как бы такая вот фишка нашего форума, то, что очень открытые регистрации. И каждый желающий мог приехать и сможет приехать. 300 человек только из регионов едут на этот форум. Вот это то, что касается предстоящего форума. Потом вот Мухтар говорил о проектах, вот то, что мы говорим о дворах. Вот сейчас в июле-агусте этот проект начнет работать. Мы уже экспериментально запустили его в Кустанай, мы недавно об этом говорили. Мы взяли 65 самых крупных дворов Казахстана, областные центры, Алматы, Астана, и некоторые моногорода откликнулись, это Аксу, Тимиртау. И вот в этих дворах в течение лета наши волонтеры будут приходить, будут играть с детьми, будут устраивать семейные конкурсы, люди будут выходить со своих квартир, и мы будем все вместе общаться. Отдельно для подростков, детей 12-14 лет, будут приходить булашаковцы, они будут рассказывать о том, как можно поехать за рубеж, как можно там поучиться, какие есть вообще профессии, в чем плюсы или минусы тех или иных профессий, какой спрос сегодня на рынке труда. То есть обо всем об этом мы будем там говорить и будем работать непосредственно с детьми. Я бы хотел еще анонсировать еще один проект, называется он iMac 2050, который мы запустим уже в следующем месяце. Этот проект, в общем-то, ориентирован на то, чтобы наши люди, наши граждане вовлеклись в разработку региональных стратегий. То есть мы сегодня знаем, что есть стратегия Казахстан-2050, но когда мы ездили в регионы, посещали те или иные наши города, мы видели, что у каждого региона есть свои отдельные проблемы, есть свои отдельные вызовы, есть свои какие-то преимущества конкурентные. И вот в этой связи мы посчитали важным, чтобы каждый регион, общество каждого региона смогло разработать свою собственную стратегию. Допустим, Шимкен-2050, Костаная-2050, Усть-Каменогорск-2050 и так далее. И вот мы сейчас проводим специальный конкурс, будем проводить среди людей, среди граждан. Они смогут участвовать в этом конкурсе, они смогут подавать свое видение этой стратегии. То есть мы говорим о том, что мы не принимаем работы от одного человека, то есть это будут работы приниматься от команд. То есть в каждом регионе может команда экономистов, юристов объединиться, проанализировать все, что касается развития их региона, разработать на этой базе стратегию. Лучшие стратегии мы пригласим на тренинг, на этом тренинге они смогут доработать эти стратегии, потом со своими стратегиями вернуться в регион, пригласить всю свою общественность, которая в этом регионе проживает, обсудить эту стратегию и потом доработанный вариант выслать нам. И что ждет победителей конкурса? Наверное, в этой стране это впервые, в нашей стране впервые это будет проходить. Победители конкурса получат возможность не просто ценный приз и грамоту, они получат возможность позавтракать с премьер-министром нашей страны и обсудить ту стратегию, которую они разработали, и возможно дальше как-то эту стратегию на уровень Акимов, чтобы они вместе стали экспертами и помогать Акимам нашим местным двигать эти регионы вперед. И вот это, как бы скажем так, для нас это такое тоже признание, для нашего движения то, что премьер-министр согласился как-то поддержать наш конкурс. Вот это один из проектов. Ендер Хазыр Ханат Ауизбай, Хазыр Бернише, Жобалат Уралы. Айтипкетет. Кайрылгын, кадырля арбитестер, сіздердым на кележаткан кәсиви мерекелеріңзды. Ахбара және байланыс күнімен менде күттіктағым келивотыр. Ендер Елбасымыз айтыпкеткендей, Казахстан екінгелу стратегиясы бұл еліміздің басты идеологиялық құжаты болуы тис. Сондықтан да осы еліміздің басты идеологиялық құжатын таратуыда, халққа жеткізуде, халқтың саңасына сыңруде. Ең бастысы осы сіздердің еңбектеріңіз орасан, осы еңбектеріңіз жемісті болсын, табысті болсын деп айтып келеді. Енді мұна осы жобалары жөнде айтып өтсем, мен қазір екі жоба туралы айтын келу отыр. Оның біріншісі зияткер ұрпақ, ал екіншісі серпін жобалары туралы айтын келу отыр. Енді ике өйде жас ұрпаққа білім беріп, олардың сапалы білім алып, келешекте осы еліміздің екің еліншілға дейінгі жаңағы өмірін жасайтын, осы еліміздің ертеңін бүгін жасайтын азаматтарын тәрбейлеу, оларды білімге оқыту, оларды білімге баулу үрету. Сондықтан да осы тұрғыдан алғанда, осы екі жобаныңда мән маңызы өте зор деп ойлаймын. Енді біріншісі айта кетсем, ол зияткер ұрпақ деп аталат, жалпы біздің қазір енді осы әлеметтік желілерде отырамыз, көп жастар тарапынан, жас ұрпақ тарапынан сауалдар келіп түсіп жатады. Ол сауалдардың дейін қалай, ол сауалдар көбінесе мұна 11-ші сынып бітірген түліктерден келіп түсіп жатады. Міні мен оқуды бітірең деп жатырмын, енді ары ғырай қайда барам, қандай оқуға барсан болады, оқуғанда қаймамандықты таңдасан болады, қаймамандықтың түпті айлығы ғанша болады деген сияқты сауалдарды қойып жатады. Яғни жас ұрпақ мектептің келіктері өздерінің өмірлік бағытын, өмірлік кәсібін мамандығын әлі анықты алмайды. Оны анықтау үшін оның атанларымен, яғни байланыш жоқ болмасы мұна, біздің сонда аға бұғын арасында байланыш жоқ болуы мүмкін. Бұрайында оның әртүрлі себептер бар. Сондықтан да біздің қазіргі мұна қозғалыс қатарында өмірінде өзінің белгілі бір жетістікке жеткен, өзінің кәсімінің мамандығының шыңына жеткен нағыз тұлғалар көп, сол тұлғалар осы зияткер ұрпақ жобасы бойынша ауыл-ауылдарға барып, қала-қалаларға барып, мектептерде кезесуілер өткізіп, жастармен кезесіп, жаң мектепті лөктермен кезесіп, өзінің мамандығы тұралы, өзінің табы шолы тұралы, өзінің осы өмірде, осындай бейк жетістіктерге қалай жеткені тұралы нақты қысқаша айтып берет. Яғни бұл жастардың жанарына отшағу, жастарға бағыт бағдар беру, жастардың ертенгі мамандығын таңдауына септігін тегізу. Яғни осы біздің тұлғаларымыз арқылы, біздің қозғалыс мүшелері, белсенділері арқасында белгілі бір мектеп тілегі ертен бір мамандықты таңдап, Қазақстан ең күнің елуді жасайтын белгілі бір елімізің асқарбелі азаматына, атпал азаматына айналса, ол біздің ең басты табысымыз, ең басты ол жамыз сол болмақ деп ойлайым. Сонықтан да осы зияқкер ұрпақ жобасының қысқарыша мән маңызы осындай. Ал екіншісі серпін жобасы, бұл да жаңы жастарға білім беру, білімге бауылуды көздейді. Оның ең басты мақсаты, мүнің қазір еліміздің мамандықтар картасына қарап отырсақ, бір аймақта мұғалімдер жетіспейді, бір аймақта полицейлер жетіспейді, бір аймақта дәргерлер жетіспейді, ал тағы бір аймақта мүмкін мұна орта кәсіп мамандық елері жетіспейді. Елімізде мысалы айтамыз, кейіп жұмыссыздық денге жоғар деп айтамыз, бірақ мүлдеп олай емес екен біздің қозғалыс пенсионділері аймақтарға барып, жергілікті қалқпен әкімшілік өкілдерімен кезескенде, бізде нақты статистика бар, бұнандай мамандық елері жетіспейді, бірақ дәл сол мамандық елері басқа облыстарда өте жаңыз шамадан түс көп болуы мүмкін. Сонықтан да осы жобаның мақсаты, мысалы бір аймақта мүмкін мұғалімдер көп болса, сол мұғалімдерді арасына барып, өгіт насихат жұмыстарын жүргізіп, түсіндіріп, мәне мәселен, кезгелген мысалы ретінде айтып бетейін, жүргізе аластыр жерілікті біз әкімшілікпен сөйлесеміз, солар сіздердің әліметтік экономикалық жағдайыңыздың жақсаруына, жақсартуға, нандай сіздерге женіліктер жасы алады екен, нандай көмек бере алады екен, осыған қалай қарай сіздер деп, біз кәсіби бағдар беріп, олардың сол жұмыстарды табуына, яғни аймақтар мен аймақ арасында біз дәнекер болуға тұрсамыз, және де жұмыс табалмай жүрген жастардың кәсіп елерінің өз аймағында болмаса да басқа аймақтарға баруына тікелей дәнекер болып жол салуға көш саламыз. Ендіше осы екі жоба қысқашы айтқанда осындай, енді тағы да жобаларымыз бар, енді оларды біздің көшбашымыз Дана Джуминың аузынан естістер. Ахмед, бажамы коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, представляйтесь. Первый вопрос. Добрый день, Асхат Ниязов, 7 канал. Здрасте, Анжела. Я не знаю, как вас по отчеству? Жамилевна. Анжела Жамилевна. Вот вы, как наш журналист, как коллега, телеведущий, хотелось бы узнать, как вы попали в проект «Казахстан-2050», что для этого надо сделать, любой ли желающий может просто взять и прийти, и как вы видите ваше участие в проекте? Спасибо. Ну, начнем с того, как я попала. На самом деле все очень просто. Еще в тот день, когда президент, когда, то есть, Данат озвучил желание создать такое движение, которое охватит весь Казахстан, я присутствовала в этот момент на мероприятии. И я подумала, черт возьми, как будет здорово встретиться с этими людьми, которые действительно, которые интересуются тем, что будет дальше с нашей страной, которые хотят в ней жить там и счастливо воспитывать своих детей. И я из тех людей, я именно из этих людей, я связываю свое будущее с Казахстаном, поэтому все было очень просто. Я нашла Даната в коридоре буквально, Дворца независимости, сказала, Данат, я с вами. Вот так вот я попала в это движение. Да, и зарегистрировалась я через Facebook. Все было очень просто. Мы мне выставили там регистрационную форму, я зарегистрировалась. И вот теперь я на связи, я знаю все проекты, над которыми работает движение. Они абсолютно открытые, в них может принимать участие каждый. И это делается абсолютно на добровольных началах, причем участвуют в этом профессионалы. Какие условия для участников движения? Условия очень простые. Вступить может каждый. Лично, если бы я была президентом, я бы, наверное, делала какой-то особенный отбор, потому что главные условия – это быть патриотом, быть активистом, быть действительно заинтересованным. Это не тусовка. Движение – это не тусовка. Это действительно работа на продвижение нашей страны, это работа над продвижением проектов, очень важных для нашего общества сегодня. И это действительно такая работа, которая, она в принципе не занимает много времени. Каждый из нас продолжает работать там, своей непосредственно заниматься деятельностью, но в свободное время мы связываемся друг с другом и решаем какие-то проекты, какие-то вопросы. Ну, например, лично вы чем занимаетесь? Какими вопросами? Например, лично я очень много участвую в таких, как это сказать, это такие проекты, больше связанные с имиджем организации. И, то есть, я участвую в… Да, как эксперт, в общем, мы работаем над имиджем организации и над тем, как мы в дальнейшем… Анжелине, наверное, неудобно просто говорить о том, какую работу она ведет. Она просто представитель журналистского сообщества. Поэтому каждый раз мы, когда какой-то проект инициируем, одна же из наших задач сделать так, чтобы цели стратегии были понятны людям, чтобы они вот дошли до людей. И мы вот… Она у нас здесь как эксперт выступает в движении. То есть, она смотрит и говорит, а как вот… Мы с ней советуемся, как вот это вот правильно рассказать, как вот это правильно показать. Вот в этом плане Анжела нам сильно помогает. Я хочу еще вот здесь дополнить. Мы на днях открыли свой веб-сайт kz2050.kz. Вот каждый может зайти на этот веб-сайт. Там есть прям раздел «Присоединиться к движению», «Заполнить форму». Бумс, вы в движении. А с кем еще можно будет позавтракать, кроме премьер-министра? Ну, этот вопрос пока изучается, да? Спасибо. Спасибо вам. Здравствуйте, Игорь Масунов. Первый канал Казахстана. У меня два вопроса. Один вопрос касается тоже завтрака с премьер-министром. Сложно ли было уговорить премьер-министра на этот конкурс? И какие, может быть, критерии, что какие работы будут больше в цене, направления? Вот это первый вопрос. И второй вопрос касается еще одного проекта. Это учебник по критическому мышлению. Чем этот учебник будет кардинально отличаться от мировой практики? Я, наверное, да? Я начну со второго вопроса. Вот на самом деле, как все это получилось? Когда послание президента было в начале года, президент сказал вот такую фразу, что нашим школьникам, студентам необходимо овладевать навыками критического мышления. Мы понимаем, что без критического мышления в 21 веке, ну, собственно, трудно двигаться, да? И тут к нам пришли ребята, которые тоже сказали, давайте мы присоединимся к движению, у нас есть проект. Это ребята, которые закончили, ну, Гарвардский университет, там, ну, некоторые наши топовые университеты. Они преподаватели сами. И они говорят, вот у нас в стране как бы есть материалы по критическому мышлению, есть материалы зарубежные, там, и так далее. Но у нас есть уже опыт, мы на этом специализируемся. Можно мы вот как активисты движения напишем первый казахстанский учебник по критическому мышлению? Это Габит и Ягерим Куржумбаева. Они вот этот учебник буквально вчера закончили, и на форуме они хотят как раз-таки о нем рассказать. Это учебник, связанный с нашей жизнью, с нашими стереотипами, с нашими газетными публикациями. То есть там целый раздел вообще посвящен критическому мышлению в СМИ. То есть если вы читаете какую-то статью, то как ее критически проанализировать? Вот ребята пришли с инициативой, то есть особенность нашего движения в том, что люди приходят сюда с идеей, которую они хотят реализовать, и в которую они верят, что эта идея, которая потом превратится в проект, она принесет какую-то пользу нашей стране. Теперь что касается вашего первого вопроса. Ну, наверное, самое тяжелое для всех для нас, вот когда мы вовлекаем людей в проекты движения, особенно если это высокопоставленные люди, самая большая сложность это, наверное, найти возможность встретиться и рассказать о том, что вот есть такие-то проекты, есть такие-то предложения. Но, к счастью для нас, к счастью для нашего движения и, наверное, особенность нашего движения, она заключается в том, что у нас есть такая возможность. И вот почему у нас есть возможность приглашать таких спикеров, которых мы пригласили на форум. Потому что нам верят, нам доверяют, и мы говорим, что как-то для себя определили, мы говорим о том, что на планете между любыми двумя землянами не более шести рукопожатий. Есть такая теория шести рукопожатий. Так вот, мы говорим, что в движении «Казахстан-2050» мы одним-двумя рукопожатиями соединяем всех, кому дорога судьба независимого Казахстана. Соединяем друг с другом и всех вместе с президентом Назарбаевым. То есть мы в движении, мы можем быть взаимосвязью между властью где-то, между простыми инженерами, простыми рабочими, простыми врачами, учителями. Находясь в движении, мы все вместе можем какие-то проекты обсуждать. А вот по критериям можно было уточнить, какие направления будут в приоритете? Да, я расскажу по критериям. На самом деле, мы на днях опубликуем уже условия участия в этом конкурсе. Предварительно это будет так. То есть в конкурсе может участвовать каждый, вне зависимости от региона проживания, вне зависимости от образования, вне зависимости от опыта работы. Условие такое, вы должны собрать команду. Этой команде должно быть не менее трех человек, но и не более пяти человек. Эта команда должна быть мультидисциплинарной. То есть там должен быть экономист, там должен быть юрист. Ну, то есть разные профессии. Могут быть врачи, могут быть инженеры, могут быть бизнесмены. Вот эта команда, она должна проанализировать все документы, касающиеся развития своего региона. То есть, допустим, вы из Костаная, например. Вы изучаете все, что связано с развитием этой области. Вы смотрите стратегический план развития этой области. Вы смотрите нашу программу развития регионов до 2020 года. Вы смотрите все государственные программы, которые касаются этого региона. Вы разговариваете с людьми, то есть вы находите экспертов, которые вам говорят, вот это самая главная у нас проблема, которая через 5-10 лет в наибольшей степени будет затрагивать наш регион. А вот здесь вот самые главные для нас возможности, они скрыты здесь. Вот если мы будем развивать вот это вот, то область, экономика области будет расти, там социальные вопросы будут решаться быстрее. Вы все это собираете, и на основе стратегии Казахстан-2050 вы примерно этот же формат можете использовать. Вы можете описать основные вызовы, которые стоят перед областью, основные ее конкурентные преимущества, и разработать некий такой вот план, что нужно делать. Вы это отправляете, и мы уже, наши эксперты, жюри, мы будем приглашать из Министерства регионального развития, и из бизнеса, они все это будут отсматривать и выбирать лучшие работы. Благодарю. Пожалуйста, Лера. У меня следующий вопрос. Вот о стратегии было заявлено буквально полтора года назад. Движение существует полгода. Что именно делает общенациональное движение для того, чтобы спустя полгода можно, а то и нужно подводить какие-либо итоги? Спасибо. Как мы уже сказали, за пять месяцев текущего года мы запустили девять проектов. Многие спрашивают, а какое отношение имеет проект, допустим, Саби-Жирига к стратегии Казахстан-2050? Мы говорим самое прямое. То есть в стратегии Казахстан-2050 есть такой пункт, и это очень важный пункт. Мы хотим, чтобы наше население, оно было здоровым. И вот мы, когда Дима Горбунов, наш активист, пришел и сказал, что у нас в Казахстане рождается более 2600 детей с пороком сердца, и из них половина нуждается в операциях уже в первый год жизни, а если операцию им не провести, то 80% из них погибнет. Мы подумали, а что мы можем сделать для этого? И мы нашли вот эту вот книгу, которая на очень простом языке написана для родителей. Если родился ребенок с пороком сердца, какой уход требуется? Что нужно? И вот это наш маленький вклад в реализацию этой стратегии Казахстан-2050. Когда мы говорим, что мы сейчас реализовываем проект в счастливых семьях нашей силы, это тоже по поводу реализации стратегии Казахстан-2050, потому что сильная семья, если счастливая семья, если она сильная, вот еще одна проблема, она у нас есть, это тоже один из проектов, мы вам там раздатку дали, там есть, называется «Ребенок должен жить в семье». Это проект, который реализуется движением Казахстан-2050. Так вот, что мы посмотрели, что мы увидели? У нас порядка, по нашим расчетам, порядка 80% сирот, которые в стране есть, 80%, 8 из 10 сирот, это сироты при живых родителях. И часто дети попадают в детский дом, ну не потому, что там родители алкоголики или наркоманы, где-то семья оказалась в трудной жизненной ситуации, где-то погиб супруг или супруга, и не смогли они там дальше с ребенком заниматься, отдали в детский дом. И вот мы были в Усть-Каменогорске, и нас поразил совершенно один случай. Мы познакомились с одной женщиной, которая была когда-то директором детского дома. Что сделала эта женщина? Она раздала детей всеми, то есть дети, которые жили в этом детском доме, они были усыновлены, удочерены. Детский дом закрылся. И вот сегодня наше движение, активисты нашего движения, мы разработали целый проект реформы, существующей системы защиты семьи, защиты детства. Сегодня наши активисты, мы сейчас финансовые расчеты ведем для государства, для правительства, то есть мы хотим обосновать для правительства, что вкладывать выгоднее и важнее в профилактику, в защиту семьи, чем в детские дома. То есть наша задача сделать так, чтобы ни один ребенок в нашей стране не жил в детском доме. Мы хотим, чтобы все наши дети жили в семьях, чтобы они были счастливы. Потому что счастливый гражданин – это основа благосостояния нашей страны в будущем. И таких проектов очень много, если вы почитаете, то там вы найдете о них информацию. Вот то, что даже сейчас Ханат рассказывал, Зиаткер Упак, очень большой и важный проект. Мы сегодня, ну мы все с вами живем в одной стране, мы знаем, что даже в пределах одного города в одной школе качество образования выше, в другой школе ниже. А что говорить о разделении между селом и городом? Мы знаем, что есть проблема. Есть проблема качества среднего образования на уровне села, она ниже, чем на уровне города. И вот результаты ЕНТ, они это показывают, они об этом свидетельствуют. И мы спрашиваем себя, как общество, как граждане, а что мы можем для этого сделать? И вот осенью мы собираем наших ребят, порядка двухсот человек для начала, которые станут первым, да, вот таким вот пулом людей, у которых есть знания, у которых есть какой-то опыт. Они на волонтерских началах поедут в сельские школы, они будут встречаться с детьми, восьмой, девятый, десятый класс. Они будут раскрывать им глаза, да, в какой-то степени на какие-то профессии. Они будут рассказывать о мире, в котором мы живем. Они будут делиться своими знаниями. Если он математик, он будет устраивать мастер-классы по математике. Если он физик, он будет устраивать мастер-классы по физике. То есть это будет наш вклад в повышение образования наших детей, детей, которые живут в нашей стране. Благодарю. Казахстан, токтейлер, насы? Сөйлелді Мурат ғызы. Жалпы, Козғалысты, қанша адам бар? Бүгінгі танды жалпы бізде үш мүн адам бар. Олар жайқана адамдар емес, олар біз 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 белсенділеріміз деп айтуға болады. Ашылғандарыңызға көп болан жоға, құрылғандарыңызға. Жоға жасадыңыздар, бірнеше жоға. Осы уақытқа дейін, біз бір жоғаларыңызға қатыстық, сәбей жүрегі деген кітап шықты, жақсы делік. Одан басқа, премьер-министрді жейінпаз бен бірге таңғасын үшуге көндіруден басқа, қарапайым қалққа бір жағдай көмек көрсететінде бір жағдай жасадыңыздар мұс ақытқа дейін? Енді ол жоғалардың барлығы осы қалққа жағдай көрсетін бір нақты, бір қаржылық үйімі емес біз, жаңдай бір гос мемлекеттік орған емес біз. Ең бастысы біздің мақсатымыз осы стратегиясының, қазақстан екін елі стратегиясының айналасында құрылған нақты жобалармен осы қалқтың арасына түрленді қандай мәселелер бар, соларды шешіліуіне септесу, шешу емес, соны шешуге септесу, яғни әр ғандай жағдайлармен. Біздің белсенділеріміздің қолымыздан не келеді, нақты өзіміздің мүмкімдіңімізді саралап, өз шамамызға қарай іс әрекет жасап, жаңғынды қазақты айтадығы көрпенге қарай көсілдеп. Сонықтан да біз үкіметтіге емес үйім ретінде қандай қазақстандағы жағдайды жақсартуға қандай өз өлесімізді қосаламыз, сол жұмыстардың барлығы атқарлыпатыр деп ойлаймын, жаңғы қолдарыңыздағы қағыздарда ол жобалардың барлығы бар. Сонықтан бұл нақты бір қайрымдылықпен айналысатын мекеме деп түсінбеу көрек, бұл жерде бізге нақты осы жаңғы қазақстан екінгілі стратегиясының айналасында, соның төңірегінде қандай мақсат міндеттер жүктелген, сол мақсат міндеттердің айналасында қоғамды жақсартуға, қоғамда азадыматты қоғам орнатуға бағытталған жұмыстарымыз, сол жұмыстарымыздың нәтижесі енді оларды тұрақты бұғаралы ақпарат құралдары беттерінде нақты жарялап тұрамыз, тұрақты осы алдарыңызға келіп, мұна орталық коммуникациялар қызметі арқылы да қабардаре тұтырамыз, есеп беруден ешқашан қашпайымыз, тайымбайымыз дем айтын келеді. Жоғаларымыздың ішінде сәбеймен шаңырақтың сәнігерер деген өте ауқымды әрі өте жауіптісті мойындарымыз ғалып сіздер. Бізде елімізде 40 мұнға жоғы жетім бар, жолына 9 мұн бала соның қатарына қосылып отырады. Қазір үкемектің өзі осы мен күресуге үшін айтқанда әлігелмей өтірімес. Сіздер қандай кетіктер арқылы соған ұқпал етпекшіздер? Енді жаңға осы қозғалысымыздың көшбашшысы да жақсы айтып бетті. Жаңға өз кемендегі баллар үйінің мысалын. Ол жерде жаңға баллар үйінің директорі нақты жаңға баллар атанлармен жұмыстеп, соларға түсіндіріп, осының маңызын айтып, бүкіл балларды баллар үйінің тәрбеленушілерін атанларға, отбасыларға таратып берген. Содан кейін жағы баллар үйі жабылудың алдында қалады, жабылудың алдында шақ қалады. Яғни жабылып тұнат, бұлай шатқанда. Бұл үлгі барлығымызға ой салды, барлығымыздың бір көкірегімізде бір ұшқынды ойатты. Неге Қазақстанда жетімдер болу өте іс? Осын шама бай мемлекетті, осын шама жаңадай пайдалық қазбаларға бай мемлекетті неге жетімдер болу өте істеген сауалды. Біздің белсенділеріміз өз-өзімізге қойып, осында түрлі форумдарда, түрлі дүңгелек стилдерде талқылап, біз бір үлкен аса стратегиялық маңызы бар, үлкен жобаны қолға алып, жалпы енді нақты қазір бүкіл балалар таратып береміз деп айталмаймыз әрине, бірақ біздің ынта жігерміз соған бағытталатын болады. Біз осы жолда жұмыс тетін боламыз. Біздің қатарымызда сарапшылар бар, экономистер бар, осы балалар үйінің жаңғы башылары бар, яғни біз нақты айтқанда осының тетіктерінің жасап, Қазақстанда жетімдер болмауын, Қазақстанда балалар үйі мүлде жабылып түніп, аяғында жаңғы тіпті енді Европа елдерінде нақты айтқанда мысалы үлгі болалады, мысалы өзіменді Англияда бір жылдай оқып келдің бірді бір балалар үйі жоқ, өйткені мемлекет нақтылы сонда бір әлемет экономикалық жағдайын шешіп тұстыған, яғни ол жетім болып баламан, жағы оның нақты отпасыға жол тартуына нақтылы жағдай жасаған. Сондықтан да біздің де тарапыңызда Қазақстан азаматтары тарапынан балаға зар болу жатқан, сәбеге зар болу жатқан азаматтар өте көп, сол азаматтарды қатарымызға жағы тартып, олармен де жұмыс істеп, олардың мақсат мүнделерін ескеріп, атана мен, балаға зар атана мен, және осындай балалар үйлері бар, және біздің белсенділеріміз бар, сарапшыларымыз бар, экономистеріміз бар. Жүзеге асырып, жағы оның нәтижесі Қазақстанда бірде-бір жетімбала қалмау керек деген ойымыз асқақ арене, бұл енді сөз жезінде пафосты боп естілуі мүмкін, бірақ қайталавайтам, біздің барлық мақсат мүддеміз ойымыз, жігеріміз осыған бақытталатын болатын. Рахмет. Мне еще один да вопрос. Откуда идет финансирование вашей организации? Все спрашивают, откуда вы финансируетесь. Я скажу, откуда мы финансируемся. Мы финансируемся за счет спонсорских средств. У нас есть бизнес, компания, которая нас поддерживает, поддерживает наши проекты. Просто не все из них хотят, чтобы мы о них говорили, то есть об этих компаниях называли их имена. Но есть частный бизнес, который очень активно нам помогает. То есть государство… Из государственного бюджета мы денег не получаем. Я вообще хочу сказать, вот здесь вот очень важно, чтобы понимать просто суть. Нам иногда говорят, вот вы же движение, вот вы делаете вот это, или вот вы делаете вот это. Мы всегда говорим, вы знаете, движение «Казахстан-2050» это не, скажем, это не государственный орган, да? Это не какая-то там, какая-то специальная организация, которая финансируется из государственного бюджета, и перед которой можно ставить какие-то поручения, и говорят, вот вы это сделаете, вот это сделаете, вот это сделаете, вот это сделаете, вот это. Движение «Казахстан-2050» это мы. Это все мы. Это самые обычные люди. Я просто расскажу примеры, как это происходит. Вот недавно ко мне пришла группа бизнесменов, ну, скажем, 35 лет примерно. Они работают в нефтяной сфере. Они пришли и говорят, нас сильно заботят. Вот мы увидели, вы в Фейсбуке писали о том, что нужно каким-то образом нам развивать качество образования на селе. Мы хотим в этом поучаствовать. Я говорю, как вы это видите? Они говорят, ну, честно сказать, да, вот мы, нам, как бы, мы зарабатываем, да, у нас, в принципе, хорошие заработные платы. И мы хотим каким-то образом, ну, вкладываться в развитие нашей страны. И вот у нас есть такая идея. Давайте, говорит, мы вот скинемся сами, создадим такой небольшой стипендиальный фонд. И давайте поедем в аулы. И там, где вот ребята, которые будут лучше всех показывать результат по ЕНТ, и которые при этом выберут техническую профессию, давайте вот из нашего вот этого фонда, который мы сами скинемся, давайте из этих денег мы будем давать ему там стипендию, оплачивать ему там квартиру там, может быть, или еще что-то, общежитие там, где-то вот в регионе. То есть самые разные люди приходят. То есть это не то, что вот мы вот делаем вот это, вот это, вот это. Это то, что каждый гражданин, это люди. То есть мы не должны ждать с вами, что кто-то придет и за нас решит какие-то проблемы. Суть вот движения «Казахстан-2050», она заключается в том, что мы сами видим какие-то проблемы, и мы сами пытаемся эти проблемы решать, не дожидаясь, пока кто-то решит их за нас. Каждый на своем месте, на своем рабочем месте. Когда вот сейчас Канад говорит, среди нас много экономистов, много там юристов, экспертов разных, он имеет в виду не то, что они сидят в движении в офисе и получают заработную плату. Он говорит, что среди людей, которые присоединились к нашему движению, есть экономисты, есть бизнесмены, есть врачи, есть эксперты, которые готовы после работы, где-то когда у них есть свободное время, вкладываться и каким-то образом помогать вот тем проблемам, которые мы видим, и каким-то образом участвовать в решении этих проблем. Спасибо. Спасибо. Будут ли еще вопросы? Если вопросов больше нет, на этом мы завершаем наш брифинг. Позвольте поблагодарить наших гостей, пожелать вам удачи, процветания и отличного проведения вашего форума. Всем пришедшим также спасибо. Всего доброго. Спасибо.